Вот, тут 5 тысяч, здесь вообще 10 можно сэкономить Да, я сейчас про сайт автоспот.ру На сайте уже собраны актуальные скидки и предложения на ТО А самое главное, что вам лишь нужно выбрать свой автомобиль и то ТО, которое планируется Открывается карта с ценами, на которые легко можно определить, куда выгоднее всего ехать обслуживать авто Причем все предложения только от официальных дилеров и проверенных сервисов Поэтому, если у вас новый автомобиль, это и вовсе лучший способ сэкономить и сохранить гарантию А чтобы зафиксировать за собой скидку, всего лишь нужно оставить заявку в два клика Кстати, еще и приложение на телефон появилось, вот, скачивайте, смотрите Ну что, в очередной раз подтверждаю удобный ресурс, который от вас не требует подключения, регистраций и прочей ерунды Автоспот.ру, ссылочку я оставил в описании По итогам первого полугодия почетное восьмое место по итогам продаж на российском рынке Заняла молодая марка Белджи, которой год назад попросту не было Я сам в шоке, интересно, а на каком месте москвич? Расшифровывается Белджи как Белоруссия и Джили У них создано совместное предприятие в городе Жодино, Могилевской области Все логично Так вот, восьмое место по продажам Белджи умудрилась занять с одной моделью Компактным кроссовером Х50, ссылка на тест которого будет в описании А сейчас к нему присоединится кроссовер покрупнее Х70, а вот, собственно, и он И фраза, ставшая уже привычной при знакомстве с китайскими авто Где-то я все это видел Точно, Джили Атлас Про Он и стал основой для Х70 Я несколько раз обошел вокруг и никаких отличий, кроме новых эмблем на кузове И измененных колесных дисков не обнаружил Одинаковы не только обводы кузова, но и все такие нюансы, как проемы дверей, капот, крылья Ну и все, что не жестянка, тоже одинаково Ну как бы, а почему нет? Во-первых, дизайн исходника Атлас Про и сегодня смотрится актуально Во-вторых, рестайлинг — это новые штампы и прочие технологические штуки, которые обходятся в копеечку А кто за это будет платить? Правильно, мы — покупатели Столь капитальные вложения привели бы к подорожанию автомобиля В данный же момент Х70 предлагается по цене от 2 миллионов 615 тысяч рублей А со всякими спецпредложениями, трейдином и кредитом ценник упадет на 450 тысяч У меня же на тесте топ-версия со всеми пирогами За нее просят 3 миллиона 215 тысяч рублей По спецпредложению скидка составляет те же 450 тысяч По меркам сегмента — средний уровень Разумеется, новая эмблема никак не повлияла на размеры машины Длина по-прежнему слегка переваливает за 4,5 метра Средний размер Таким образом, по массогабаритным характеристикам Х70, как и Atlas Pro, находятся в нише, где представлены такие кроссоверы, как Cherry Tiggo Pro Max, Haval H3, Chang'an CS55 Plus Конкуренты нешуточные, но и Х70 помогает им противостоять солидный бэкграунд Ведь в создании и последующей модернизации Atlas Pro участвовали не только инженеры Джили Но и инженеры именитых западных фирм Тут надо сказать, что компания Джили, если вы не в курсе, за последние годы превратилась в крупный автомобилестроительный конгломерат Она стала владельцем таких известных марок, как Smart, Proton и Lotus Ну а жемчужиной в этой империи является, конечно же, шведский бренд Volvo Глядишь, скоро китайцы под себя и Мерседес какой-нибудь подомнут Или ВАЗ Не приведи господи Ну, я что-то отвлекся Хотя нет, добавлю, что все эти перечисленные бренды под управлением Джили обрели новую жизнь и стали прибыльными Это позволяет рассчитывать, что и у Билджи все будет в порядке С качеством уж точно, кузов окрашен аккуратно, без подтеков, даже в самых укромных местах Зазоры равномерные, минимальные Ну что же, видно, что культура производства на высоте Это позволило установить привлекательную гарантию 5 лет или 150 тысяч километров пробега Где обслуживать? До недавних пор у владельцев Билджи лежала дорога в салоны Джили Однако в конце лета один за другим стали открываться автосалоны белорусской китайской марки Так что теперь будет выбор, хошь туда, хошь сюда Внутри вы также без труда распознаете Атлас Про Занятная деталь, на руле написано БГ Билджи А на центральной консоли по-прежнему осталась надпись Гелли И вообще, меня в салоне, на самом деле, ровным счетом ничего не смущает Дизайн салона не банальный Хорошо, что нет набившего оскомину общего стекла для экранов, приборки и медиасистемы 12-дюймовый планшет медиасистемы встроен в центральную консоль К качеству картинки вопросов нет Все четко, ярко, красиво, интерфейс удобный Но, товарищи китайцы, а теперь вместе с ним и белорусы Когда мы дождемся от вас поддержки Android Auto и Apple CarPlay С завидным постоянством вы нам обещаете эти нехитрые в реализации фичи А вот и ныне там Сейчас выпускать без них машины на наш рынок не комильфо Хотя мне так-то и индифферентно, потому что по телефону только звонят Ну и чтобы два раза не вставать, покритикую панель приборов Она у X70 какая-то тусклая и старомодная Сюда напрашивается что-то более изящное и современное Хотелось бы еще пожаловаться, что телефон, по сути, положить некуда Хотя я вас обманываю Его можно разместить на нижний ярус Там даже беспроводная зарядка имеется Но я таки его там не вижу Хочется, чтобы он красиво, пафосно перед тобой где-то угнездился И вообще, я не понимаю смысла этого нижнего яруса Там же ничего не видать Ну, с другой стороны, есть и слава богу Водительское кресло подкупает удачным рельефом Мне в нем удобно Да и плотность набивки оптимальная Не мягкая, не жесткая, то что надо Диапазона регулировок хватает даже мне Массаж и вентиляции не предлагается, невелика потеря Главное, что обогрев имеется К слову, тут еще греются форсунки омывателя лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей Руль, а также задний диван Причем все эти теплые опции входят в базовую комплектацию Для большинства китайских одноклассников неслыханная щедрость Ну что, пора проинспектировать второй ряд Дверь могла открываться бы шире Но захлопывается четко, с приятным звуком По простору в салоне мне здесь более чем места достаточно Хотя о каком просторе может быть речь? Машина-то не самая огромная Но мне здесь более чем... Ох, подстаканник Короче, тещи сзади понравятся Помимо обогрева тут предусмотрено два USB-разъема Дефлекторы, воздуховоды и центральный подлокотник Все как в лучших домах Парижа Нет, забудем про буржуйские столицы Пекин и Москва тоже достойные варианты Пятая дверь, как и полагается машине с таким ценником Снабжена электроприводом Мэджик И, кстати, это редкий случай Когда под пятой дверью Я могу стоять в полный рост И выходить, заходить, не нагибаясь Багажник, как шкатулочка Отделан ворсовым материалом Хвалю И розетку на 12 вольт Что до объема отсека То он составляет достаточно скромный Для машины таких размеров 378 литров Но ругать за это X-70 язык не поворачивается Ага, докатка Органайзер, домкрат, знак аварийной остановки Но часть полезного пространства там, снизу Сжирает аккумулятор с литий-ионной батареей на 8 ампер-часов А для чего он нужен? Да все просто Мы имеем дело с гибридной модификацией И самое интересное здесь под капотом У полуторалитрового бензинового турбомотора Всего три цилиндра Зато мощность вполне солидная 177 лошадиных сил К двигателю прикреплен 48-вольтовый мотор-генератор Или вольтовый Который и позволяет считать X-70 гибридом Электродовесок помогает только в первые секунды разгона Добавляя мотору 50 ньютон-метров тяги Вроде не серьезно, но результат заметен Машина охотно срывается, не требуя паузы на размышления Обгоны легкие и непринужденные Но ускорение до сотни по заводским данным требуется 9,9 секунды Но, по моим ощущениям, X-70 минимум на полсекунды быстрее При этом Билджи, не прожорлив, выпивает около 8,5-9 литров на 100 верст Для машины таких размеров и массы результат нормальный Главное помнить, что в отличие от большинства китайских одноклассников Заправка 92-м бензином не рекомендуется Надо заливать минимум 95-й В связке с мотором работает семиступенчатый робот с двумя сцеплениями Переключает передачи песенно, не запинается Но, что важно, производитель заявляет о ресурс трансмиссии в 350 тысяч километров Похоже, она переживет машину А еще полный привод Он тут для стабильности и устойчивости на скользких покрытиях Нежели для покорения бездорожья Да и межколесных блокировок нет Заблокировать муфту нельзя Максимум – лайтовое бездорожье Вот у дел X-70 В подтверждение тому и невеликий клиренс в 17 сантиметров В гамме есть еще модификация с передним приводом Она как раз снабжается традиционным автоматом Плюс, там нет гибридной составляющей Один ДВС – вот и все Не знаю, как вам, а мне такая версия кажется, ну, простоватой, что ли Я бы все-таки предпочел эту с полным приводом и дополнительным мотор-генератором Знаете, что мне больше всего нравится в ездовых повадках? Живая, бойкая управляемость Никогда бы не подумал, что на скромном с виду кроссовере так можно вышивать А знаете почему? А потому что подвеску настраивали спецы из лотуса Автомобиль легко перекладывается из стороны в сторону Радуя быстрыми откликами и невеликими кренами Запас устойчивости для атаки скоростных напряженных поворотов вполне хватает Ребята из лотуса, кланяюсь вам за такие настройки Но, как часто бывает, ради бодрой управляемости пришлось пожертвовать плавностью хода На стыках и на асфальтовых заплатках экипаж заметно вздрагивает Я уж не говорю о крупнокалиберных неровностях Увидите такие – заблаговременно сбавьте скорость Что ж, братьев белорусов, можно поздравить за такую машину не стыдно X70 технически современен У него классное шасси, просторный салон И надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки белорусы полностью локализуют производство этого автомобиля Что поможет удержать цену в узде Вот и все КОНЕЦ КОНЕЦ